Огромный привет всем, кто заглянул на мой канал. Я очень рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня я попробую вам рассказать о своих ощущениях, об аромате великого маэстро Серджа Лютена «Берлинская дева». Если вам интересно такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Аромат Серджа Лютена является ароматом унисекс. Я очень плохо представляю себе мужчину, вернее сказать, я вообще не представляю себе мужчину, который бы смог нанести на себя этот аромат и важно вышагивать с этим ароматом по улице. И хотя этот аромат абсолютно не шлейфовый, этот аромат близко к коже, и его в принципе не ощущает окружение, в основном его ощущает только носитель, но все равно мне кажется, что это абсолютно женский аромат и ничего мужского здесь я, например, не ощущаю. Аромат, первое впечатление от аромата, это «Молчаливая холодная роза». На самом деле, парфюмером этого аромата явился сам Сердж Лютен. И по официальным данным, в аромате всего две ноты – роза и перец. Лично я не слышу перец вообще, но я очень хорошо ощущаю розу. И в моем понимании в этом аромате полная квинсистенция розы. Здесь роза раскрывается во всех своих проявлениях, которые, в принципе, как мне кажется, бывает вообще роза. И по моему мнению, эта роза открывается первое впечатление. Она действительно холодная, железная. Она действительно только сорвана. И дальше начинается сама сказка. Серж является потомком семьи французского общества. Но по данным, мать Сержа забеременела в военные годы и забеременела она совсем не от своего мужа. По некоторым данным, отцом Сержа является немец, но отчим предоставил Сержу свою фамилию. Но при этом он его не принял. И ребенка не приняла семья. Поэтому ребенка после рождения отдали воспитываться каким-то родственникам. И все это наложилось на болезненного ребенка, который очень тяжело пережил расставание с матерью. И в его понимании, почему-то в каких-то его детских мечтах он представлял себе мать, которая жила в военном Берлине. И якобы все эти эмоции он вложил в этот аромат. Мне кажется, что этот аромат действительно история. Действительно история о женщине, которая как роза. Сначала она бутон, а потом этот бутон раскрывает, расцветает, показывается во всей своей красе. Ведь роза на самом деле бывает тоже разная. Роза бывает и металлическая, как ее действительно хотел представить нам Серж Лютен. Роза бывает и медовая. Она бывает тягучая, она бывает сладкая, она бывает терпкая, холодная, удушливая. Ведь роза может быть разной. И этот аромат по моим ощущениям действительно как-то по-разному открывается. Для меня роза раскрывается здесь очень многогранно. И самое первое ощущение, которое предстает передо мной, когда я наношу этот аромат, это действительно металлическая роза с острыми большими шипами, которая своими шипами и своим этим металлом просто даже эту розу закрывает. И не совсем слышен ее аромат. Слышен, но не так четко. И такое впечатление, что ты сейчас уколешь с этими шипами и обязательно пойдет кровь. Но через какое-то время на теплом теле роза начинает раскрываться. Начинает раскрываться очень нежно, начинает раскрываться как молодой бутон, и запах еще очень-очень-очень тонкий, но при этом запах уже очень красивый, уже такой тягучий. И нет у меня никаких других ассоциаций. Я не добавляю в этот аромат никаких мускусов. Я не слышу перца, еще раз повторюсь. Я не слышу ничего больше постороннего, хотя я читаю на форумах, очень многие слышат еще какие-то дополнительные ноты. Я этого всего не слышу. Я слышу растущую красивую розу, которая нежно начинает издавать свой аромат. Проходит опять какое-то время, и аромат начинает раскрываться для меня. Начинает раскрываться роза. Бутон начинает раскрываться, и на этот бутон летят пчелы. Бутон становится сладким. И в моих даже глазах проплывает картинка, когда я срываю этот бутон, и просто опускаю его в мед и поднимаю. Именно с этого бутона, с розы капает мед. Вот мои ощущения именно такие. Я вот именно так слышу этот аромат. где-то, наверное, час проходит после того, как я его нанесла. По моему мнению, аромат... Да, аромат не шлейфовый. Аромат носится близко к телу. Но мне кажется, что этот аромат на самом деле не очень быстро выветривается. И, как мне кажется, этот аромат держится на моем теле практически часов шесть. И после того, как прошло это время, он не улетучивается полностью. Я его все равно слышу, этот аромат. И остаются такие вот лепестки розы. Лепестки розы остаются на теле. Эти лепестки розы напоминают мне об аромате, который был совсем недавно со мной. Этот аромат через 3-4 часа мне уже начинает пахнуть какой-то такой пудровой розой. Именно вот пудра... Пудровая роза, которая такая припыленная, такая уже стоящая на кусту уже, наверное, к большую часть своей жизни. И эту розу просто поливают. И эту розу никто не хочет срывать. Она просто радует глаз. Вот именно вот такие какие-то ощущения этот аромат дает мне после 3-4 часов носки. Я очень рекомендую и советую этот аромат девушкам, которые работают в офисе. Этот аромат не будет за собой тянуть шлейф. Этот аромат будет просто с вами. Он будет радовать вас. Но он не будет беспокоить окружающих. И очень часто в офисах... Заходишь в офис и не понимаешь, где ты находишься. То ли ты находишься в парфюмерном магазине, то ли ты находишься в каком-то офисном здании. Иногда не совсем понятно. А если офисные работники будут пользоваться вот такого плана ароматами, мне кажется, что это будет очень уместно. Но при этом я не могу сказать, что это молодежный аромат. Это аромат женщины, аромат взрослой женщины, как мне кажется. И это аромат для женщины, которая уже очень многое прошла. Это не аромат для молодой девочки, которой не было еще никаких преград жизненных, которая еще ничего не знает, у которой еще не было ничего, никаких душевных переживаний не было. Она не поймет этот аромат. Это аромат взрослой состоявшейся женщины. Скажем так, аромат создал в моей душе определенную ячейку. Знаете, как вот соты, которые делают пчелы, одна пчела всю свою жизнь делает одну соту. Так и этот аромат. Он просто оставил какую-то такую соту, нишу в моей душе, внутри в моей голове. И этот аромат, он просто бесподобен. Этот аромат очень слился со мной. И этот аромат я действительно люблю нежной любовью. И этот аромат я использовала в летний период времени. Я этим ароматом по настроению пользуюсь вот сейчас осенью. Но у нас пока осень очень теплая. Пока у нас только 21-25 градусов осень. Пока не было еще холодов. Я не знаю, как будет себя вести эта роза в холода. Но мне кажется, что и в холодное время года она себя проявит очень красиво. И она будет так же деликатна и так же умна, как и летом. Ну вот такие у меня ощущения, впечатления от аромата Серв Лютен Берлинская Дева. Я очень рада, если я каким-то образом вам раскрыла свои ощущения об этом аромате. И буду очень рада, если вы оцените мое видео пальчиками вверх. Давайте дружить в соцсетях. И до новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»